Радио 54 Первое. Областное радио Какая дорога конкретно привела В это направление? Ну, буквально через Несколько месяцев буду праздновать юбилей этой деятельности Десятилетия. Поздравляем Да, собственно, в 10-м году Где-то в мае месяце моя первая встреча С моим первым бизнес-тренером Привела к тому, что он мне На листочке, буквально на 2-3 схемах Показал весь смысл жизни И я понял, что я хочу так же А я стал сам слушать разные аудиотренинги Ездить в Москву на обучение И столкнулся с тем, что Те люди, которые стоят там Где-то на сцене, вот эти вот лысые Которые потом стали гандопасами Я сейчас не ругаюсь, это фамилия такой Известный человек И они говорят, и народ что-то У них что-то меняется, они хотят Как-то изменить свою жизнь А я понимаю, что я не хочу здесь сидеть Я хочу туда, на сцену, я хочу сам Менять жизнь людей А про Радислава сейчас это было С уважением по отношению к его Ввиду деятельности, или все-таки у тебя есть К нему, к его методике преподавания Некие претензии Нет, уважение у меня к нему очень большое Потому что он тоже, может быть, один из таких Подтолкателей меня на это все Это скорее был стеб над самим собой Потому что когда я его первый раз увидел Думаю, и вот что этот лысый Мне сейчас может рассказать Объяснить что-то новое Да, о бизнесе, когда я уже столько лет в нем И маркетинг, и все такое И что-то новое Ну, на самом деле, насколько мы понимаем То, что ты представляешь, ты помогаешь людям Пытаешься оказать помощь Оно не так уж высоко находится Все очень просто, по большому счету По большому счету, да Я не могу человека научить тому, что он уже не знает Это хорошие слова Логично, да? Паш, ну рассказывай про авторскую методику Что за методика, основанная на четырех цветах Психотипы личности К чему конкретно она может привести человека И что конкретно о нем рассказать? Да, но изначально я как бизнес-тренер к этому подошел Дело в том, что четыре психотипа личности Изначально вот эти цвета, четыре цвета Не моя, собственно, методика Эта методика была придумана, чтобы правильно Как говорят сейчас, впаривать товар То есть разбирали клиентов на четыре психотипа И кому какие ценности заходят Тому с той стороны товары предлагают И вроде бы все хорошо Но когда я стал эту систему изучать Я понял, что так же можно поделить Не только покупателя, но и продавца А, соответственно, владельца бизнеса А, соответственно, так же можно поделить и просто человека Потому что когда ко мне на тренинг пришел бизнесмен И сказал, а можно я приведу жену? Я говорю, она тоже бизнесмен? Он такой, нет Но ты ее проанализируешь и мне расскажешь, как мне с ней жить И тогда я осознал, что да То есть четыре цвета подходят ко всему? Да Ко всем сферам Конечно, конечно И так? Недаром у меня есть также тренинги по взаимоотношению мужчин и женщин Вот это мне очень интересно Лично Вы же понимаете, кого мы пригласили в эфир Надо сейчас из всего этого как-то вот Саму-то философию, Паш, ну и так Итак, философия, да Если, ну тут на самом деле восточная философия тоже есть На самом деле говорить можно очень много чего Я даже сейчас немножко теряюсь, с чего начать Четыре цвета, я думаю, об этом можно почитать на самом деле То есть красный, синий, желтый, зеленый, психотип личности Это есть в интернете Вот как только людей не делили Вот на цвета я еще не хочу В свободном доступе есть, да К счастью, наверное, это можно изучить Но дело в том, что у нас есть разные уровни То есть мы в одном цвете, так скажем, делаем дела В другом цвете мы планируем В третьем мы получаем эмоции В четвертом мы вообще мечтаем И насколько вот эта взаимосвязь между нашими мечтами Так скажем, отправной точкой нашей энергии Нашей мотивации Сочетается с тем результатом И даже результат здесь не главное Главное эмоции от результата И как ты, наверное, идешь к этой цели, да? Тоже же верно Да, да И, соответственно, у человека есть своего рода, так скажем, затыки Или, как говорят в психологии, блоки Зажимы Ну, зажимы это немножко другое Ну, блоки, так называют Зажимы это в телеске Давайте, давайте все-таки по факту Чтобы было понятно, как работает эта теория Вообще человек самостоятельно может определить свой Такой, скажем, цветной психотип? Ну, по идее, условно, да Но все равно ему необходима консультация специалистов Помощь наверняка Как минимум психолога Потому что у меня система завязана еще и на психологии Я не психолог сразу, да? То есть у меня нет образования психолога Но я очень активно сейчас эту тему изучаю Потому что на ней на самом деле все замешано Там как раз эго-состояние по Эрику Берну Внутренний ребенок, внутренний родитель, внутренний взрослый И здесь тоже взаимодействие цветов очень важно И здесь я как раз-таки вскрываю То есть вот личные консультации у меня когда проходят Я как раз и вскрываю вот эти человеческие внутренние борьбы Если так можно выразиться То есть борьбу внутреннюю Но там одной борьбой не назовешь Потому что там ребенок борется с родителем Родитель указывает взрослому Взрослый подавляет ребенка И если кому-то кажется, что он такая личность Он очень сильно ошибается У нас как минимум живет три личности Ну, с точки зрения Эрика Берна Хотя их на самом деле там еще гораздо больше Это сейчас не про жестофрению, а про то, что у нас всегда Какое-то наше эго состояние В какой-то промежуток времени давлеет над остальными А тот, кто давлеет, тот и указывает правила, расставляет И есть такая теория, что тот, кто главный Тот меняет все вокруг Вот примерно происходит то же самое В состоянии ребенка мы начинаем изменять своего родителя Изменять своего взрослого А потом, когда ситуация меняется И мы, например, с позиции взрослого Начинаем смотреть на жизнь Это позиция «надо», «нельзя» Ну, то есть такие вот позиции То мы, опять же, меняем все вокруг Но мы не забываем, что родители уже в этот момент Изменен ребенком Не забывайте, у нас всего лишь 15 минут на интервью Вот, кстати, мы обещали, друзья Давайте будем честными Мы обещали родильную версию тренинга У нас есть конкретный человек Вот есть, пусть это будет Анатолий Сивохин Буквально через несколько минут мы вернемся в эфир И узнаем, как на реальном примере Попробовать определить психотип личности Павела Мурга Нам это с большой радостью покажет Не пропустите, не переключайте Со мной ничего страшного не произойдет Вся правда о руководстве Радио 54 в прямом эфире Радио 54 Первое областное радио Итак, первый вопрос Первый вопрос Да Что я знаю лучше всего? В чем я специалист? Ну, это вот как бы ты Это о работе или о человеческих отношениях? А смотря в каком секторе ты хочешь получить ответы? Не знаю, сразу я не могу ответить на этот вопрос А есть можно несколько перечислить? Нет, вот это просто вопрос Что я знаю лучше всего, в чем я специалист? Ну, может быть, ты жаришь шашлык, маринуешь? Да, хорошо, пусть будет шашлык Шашлык маринует? Хорошо Зафиксируйся То есть ты специалист в шашлыке? Да, я считаю, что иногда могу дать жару Что тебе нравится делать больше всего? Ну, отдыхать Что-то связанное, наверное, с морем Качественный релакс Отлично, да Это сейчас немножко такой поясняющий вопрос был То есть вот смотрите, жаришь шашлык и релакс Уже немножко расхождение Но это такая проверочка была Теперь, собственно, на самом деле второй вопрос То есть тот не считается Чего я в жизни хочу в будущем и вообще? Ну, чего ты хочешь в будущем, в своей жизни? В своей? Да, конечно Ну, спокойствие Спокойствие, так С релаксом уже лучше сочетают, чем с шашлыком Интересно Вот так это и работает, да? И девятый вопрос, что называется А что тебе для этого надо делать, чтобы спокойствие-то вот это наступило? Слушайте, я сегодня убедился в очередной раз По поводу темы нашей программы Работать, работать и работать А работать это в смысле вот делать все, что угодно? Нет-нет-нет, целенаправленно двигаться в направлении, которое выбрал Выбрал или кто-то направил Выбрал, выбрал сам Это сейчас хорошее уточнение было, да? Да Вот Собственно, если так приблизительно брать, да? Что называется тема комфорта, спокойствия, да? То есть вот этого хорошего такого отношения Это тема желтого психотипа личности, соответственно И первый вопрос, как таковой, да? Он звучал именно из... То есть это твое базовое состояние То есть это твой взрослый То есть когда слушатель для себя сейчас, Паша, извини, перебил Ответил на первый вопрос Он открыл своего для себя внутреннего взрослого Внутреннего взрослого, ну как он открыл? То есть я, по идее, должен еще наводящие вопросы задать Ну хотя бы примерно Чтобы вот просто понимать Если тема, вот как ответил на вопрос И там есть слова какие-то Или тема вскрывается Комфорта, безопасности Это желтый психотип личности Если эксперимента чего-то новенького, необычного Это синий Я сейчас просто, да? То есть там буду рассказывать Да, 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 хорошо Вот Если целеустремленности, то есть превосходство Что называется, по головам пойти, но добиться цели Это красный И зеленый психотип личности Это который все просчитал, да? То есть есть система анализа, выгоды Каких-то преимуществ То есть он все про всех знает Он спокоен абсолютно Ну да, такой, знаешь Расчет Троснотек такой, да? Такой бухгалтер, библиотекарь Это зеленый Да, да, это зеленый Зеленый бухгалтер Интересно Так, ответив на второй вопрос Человек, что должен понять для себя? Второй вопрос Это внутренний ребенок Это самое наше эмоциональное сильное состояние Это где кто-то сказал про отдых Где он сказал про спокойствие, да Вот И ребенок, по идее, должен быть по сдвигу следующим цветом То есть ребенок должен быть синим Но если у тебя базовый желтый То ребенок, по идее, синий Тогда здоровая личность Тогда все хорошо Ты хорошо ходишь в детское состояние То есть я нормально? Ты не синий Ага Ты и там, и там желтый получился То есть у тебя уже внутренний ребенок У тебя несколько травмирован Возможно, это произошло еще в детстве Может быть, где-то уже постепенно Нет возможности полноценно Брать энергию из детского состояния А детское состояние самое энергетически емкое То есть человек становится ребенком Он там заряжается Он там получает массу мотивации На самом деле очень распространенная ситуация В нашем-то возрасте Травмированный внутренний ребенок Что делать, когда ты вот сейчас для себя понимаешь Что, скорее всего, где-то ты поддавил И к психологу А без психолога никак разобраться? Давайте перейдем к третьему вопросу И поймем, что же такое А как играть с этим потом? Потому что времени не так много Третий вопрос, это наш, соответственно, взрослый И он как раз-таки здесь Распокойствие Да, родители, родители И здесь скрывается как раз Как родитель контролирует взрослого И почему я тебе задавал наводящий вопрос То есть хотел понять, какой у тебя он все-таки А он у тебя, ну, такой красный То есть, как я понял То есть, что-то между синим и красочками показалось Но ты такой, нет, я сам решаю Ну, почувствовал, да, вот это То есть, я сам, да, то есть Вот И получается, я на самом деле во взрослого Не очень верю всегда То есть, первый вопрос Он, на самом деле, может быть неправдой оказаться Почему? Потому что крайние состояния Родителя и ребенка Они более правильные, чем центр Потому что там энергии мало Ну, чем взрослое состояние Соответственно, получается, что если ты У тебя желтый ребенок И красный родитель То твое базовое состояние должно быть синим Так То есть, это творчество Это легкость Это вот что с ноги Но ответил-то он иначе Понимаешь? Это значит что? Это значит, что человек потенциально чувствует Ну, то есть, он чувствует свой потенциал И на него периодически выходит Но жизнь как-то так его постоянно В какие-то такие рамки ставит Что ему кажется, что в этом состоянии Ну, то есть, в твоем случае желтым Быть как-то оптимальнее То есть, безопасность, комфорт Да, вот, чтобы вот не навредить Ну, это же признак Если говорить про женско-мужские отношения Немножко вперед так забегу Скажем, чуть-чуть, да Такой приоткрою завесу Это желтый Это базовый Всегда женщин в семье Соответственно, очень сильное влияние женщины Я должен что-нибудь вам? Вот смотри Получается А это не будет рекламы У меня час стоит две тысячи Мы шесть минут позанимались Паш, я хочу вернуться Во-первых, к внутреннему травмированному ребенку Потому что многих нас, взрослых Это правда касается Мы сейчас не про Анатолия А вообще про нас Без психолога, если Что помогает Восстановлению этого состояния Внутреннего ребенка Отдых, релакс Чтение книг Конкретно какая-то литература Которую ты мог бы порекомендовать Вводные процедуры Что делать? Ну, на самом деле Когда меня говорят Вот, типа, можно без психолога Это примерно так же Как вот у меня что-то болит А можно мне без врача В принципе, можно, да Вот Единственное, что я могу порекомендовать Более-менее Что точно ребенка прокачивает Это игры Это играть Отлично Это то состояние В котором наше подсознание Просто ликует И дает нам столько энергии Что мы можем горы свернуть Почему современные бизнес-технологии Современные обучающие системы Все построены на игромеханиках На игротехниках И не знаю даже Кто автор этой таблицы Который изучал в свое время Влияние той или иной дисциплины На способность человека Усваивать новую информацию Так вот, играя Человек усваивает Около 90% информации Вот поэтому ты Игровые технологии Внедряешь в бизнес Авторские Либо И поэтому тоже, да На самом деле Это помогает человеку Не только Понять смысл О чем ты говоришь Но и тут же Это попробовать Это тимбилдинг Или это совсем другая история О, и есть формы игры И тимбилдинга Только я их называю Фильмбилдинг Ну это немножко такая уже Да, вариация Но тем не менее Но тимбилдинг Это не смысл силовые Какие-то вещи Это люди просто за стол Сесть и сыграют В настольную игру какую-то Да, да, да Ну любые командообразующие Или, например, Снять вместе фильм Тоже вот У меня есть такая форма игры Когда, например, Коллектив рабочий Становится съемочной группой Кто-то режиссер А кто-то и актер Да, кто-то гример А кто-то костюмер А коллектив Вот так же, как одного Отдельно взятого человека Можно определить по психотипу Или командно это не работает Коллектив тоже можно определить Тоже можно, здорово Я более говорю Какой человек, такой и бизнес Соответственно, какая компания Такой и человек И наоборот Абсолютно верно Интересно Рыба же у нас откуда всегда У нее проблема начинается С какого места С хвоста Да, да, да Вот поэтому очень важно Кто стоит во главе коллектива И какое настроение, соответственно, в нем Паш И еще вопрос Межличностные отношения Также, если взять пару Мужчина и женщина Как-то их по психотипам Возможны перспективы Их взаимоотношений Или там все по-другому работает Так все запутано Благодаря нам, женщинам, конечно же Нет, не благодаря женщинам Благодаря нашему, так скажем Историческому культурному пласту Который произошел У нас это все изменения Там войны и так далее И дело в том, что смещение ролей Действительно произошло И мы сейчас подсознательно Ну, как мужчины, да Я сейчас про мужчин говорю Выращены женщинами Которых вырастили женщины Которые выращивали себе Не Выращивали себе Мужей в своих сыновьях Ну, если так вот Коротко сказать, да Соответственно, ни современные Женщины не понимают Каково быть настоящей женщиной Что такое настоящий мужчина Настоящий мужчина Не люблю это слово Но Ну, мы понимаем о чем-то Чтобы понимали И наоборот Мужчины тоже Немножко в недопонимании От чего происходит Вот теперь, по крайней мере Мы в очередной раз Вот Оля Одинцова В студию зашла Радио 54 Поняли, убедились В том, почему у нас В коллективе Радио 54 Всегда так хорошо Тепло, уютно И спокойно Потому что у нас Вот такой Вот такой Главный Редактор Хотите Одну большую Большую фишечку Очень хотим Желтый коллектив Это тогда, когда говорят У меня не фирма Не компания У меня семья Вот Ну, один из признаков Паш Ну, и напоследок Несколько советов Может быть Пару Там Два-три лайфхака Проверенных По построению отношений Между человеком И окружающим миром Потому что мы же Контактируем с различными Социальными категориями Сегодня это Мужчины Через два часа Там ты пошел в коллектив Через три часа Ты разговариваешь С кондуктором автобуса Вот эта вот схема Построения отношений С окружающим миром Постулаты Успешного построения Как ты считаешь В чем? Ну, так сложно, наверное, сказать Наверное, больше слушать Мы очень часто пытаемся Выразить свое я Совершенно не замечая Кому мы это выражаем А иногда человек Сам тебе говорит Что он любит Что он хочет Как он хочет Чтобы к нему относились Даже больше скажу Даже покупатель Часто говорит продавцу Чего он на самом деле Хочет купить Только мы не слышим Мы хотим так сказать Про себя И сказать что-то свое Что совершенно Не обращаем внимания На то, кто перед нами Здорово Слушайте Утреннее шоу Все свои С Юлией Огневой И Анатолием Севохиным Сегодня с нами Дабл Паша Эксперт по игровым технологиям В бизнесе Автор тренингов Игр Все знает про анализ Ментального психотипа И не только Паш, спасибо за то, что пришел Потенциалы Не психотипа Потенциалы А слово потенция Вот так и закончим Дорогие друзья Первое Областное радио